Уважаемый зритель! Следственный комитет России предъявил ему обвинение в совершении преступлений, предусмотренных Ч. 3 статья 30, П. А. Ч. 1 статья 105 УК РФ, покушение на убийство, Ч. 1 статья 105 УК РФ, убийство, И. Ч. 1 статья 222 УК РФ, незаконный оборот оружия. По версии оперативников, законник является убийцей авторитета Ильгар Алиева, Данабыш, секретаря патриарха криминального мира Аслана Усаяна, Дед Хасан. Однако, по некоторым данным, он может быть причастен к целому десятку убийств. Дело в том, что Талыб Ханула является на сегодня одним из самых активных членов клана убитого в 2016 году вора в законе Ровшена Джанева, Ровшенлин Каранский, и считается главным штатным киллером банды. 2 июня Хорошевский суд столицы арестовал его на два месяца, а недавно из изолятора временного содержания, ИВС, на Петровке его перевели в женский сизо номер 6, расположенный на шоссейной улице в Печатниках. Талыб Ханулы Худжибаба Тахироглы родился в 1982 году в небольшом городе Ждановске, сейчас он называется Бейлаган, отсюда и прозвище, на юге Азербайджана. Его карьерный рост в среде гангстеров ознаменовал активное освоение овощных рынков России Ровшаном Джаневом в середине 2000-х. Во-первых, нужно было кому-то на местах отвечать за сбор мзды со своих соотечественников, а во-вторых, противостоять конкурирующим группировкам, главной из которых прямо из колонии руководил другой не менее известный авторитетный законник Надир Салифов, Гули. Укропная война, как ее тогда назвали, развернулась нешуточная, ведь только одна московская база могла ежемесячно приносить его крыши до полумиллиона долларов, а значит, бороться было за что. Не мог в этом конфликте оставаться в стороне и главный на тот момент вор Дед Хасан. Его интересы в данной преступной сфере в первую очередь представляли Бахыш Алиев, Ваха, Юсиф Алиев, Юско Шамкирский, и Вагиф Сулейманов, Вагиф Дипломат. В числе подручных Джанева ответственными за силовые операции были Ульфа Тагиев, Руффа Генджинский, Назим Гумбатов, Назим Хромой, и собственно набирающий вес Худжибабы Талы и Пханулы. Не решаясь открыто выступать против самого Саяна, Равшинлин Каранский вел активную борьбу против непосредственно всмотрящих за рынками. В горячую фазу конфликт вошел в 2006 году, когда Ваху посадили в тюрьму на 5 лет за мошенничество. В течение последующих нескольких лет оба клана потеряли порядка 20 человек убитыми. При этом банда Ровшина ликвидировала практически всех московских заместителей Вахи, достав даже тех, кто пытался укрыться в других странах. Новый виток насилия произошел в 2008 году, когда против клана Деда Хассана открыто выступили законники Терриела Няйна, Таро, и Мираб Джангвиладзе, Мираб Сухумский. Воспользовавшись ситуацией, к ним присоединился и Джанев, справиться с самым сильным кланом на постсоветском пространстве в одиночку ему было, конечно же, не по силам. Параллельно он задобрил и других грузинских воров, которые были вынуждены бежать из Грузии, опасаясь новых мер правительства Саакашвили по борьбе с законниками. Джанев мог предложить им финансовую поддержку, взамен положившись на их авторитет в воровском мире. За короткий срок стороны изрядно проредили ряды друг друга, добравшись в 2009 году и до такого криминального тяжеловеса со стороны Деда Хассана, как Вячеслав Иваньков, япончик. 29 июля на выходе из ресторана «Тайский слон» в Москве он был тяжело ранен в живот, а спустя несколько месяцев, 9 октября, умер от перитонита. Осенью 2010 года снайпер открыл огонь уже по самому Усаяну. Покушение произошло во дворе дома 12-7 на Тверской улице, куда Усаян приехал навестить сына на Дари. Киллер стрелял из автомата Калашникова с глушителем из окна квартиры напротив, в результате чего Усаян получил огнестрельные ранения в живот, а его охранник Артур Баграмян – в плечо и грудь. Обоих быстро доставили в больницу и прооперировали, вследствие чего не смогли выжить. Мнения о том, кто мог за этим стоять, разделились. Одни считали, что покушение организовал ближайший сподвижник Ань-Ане, вор в законе Мирап Джан Гвиладзе, другие обвиняли в стрельбе Рошина Джанейва. Усаяна тогда сопровождал авторитетизм главы ЧОП СМЕРШ Андрей Сельвин, отвечавший за его безопасность. После произошедшего он организовал экстренные поиски и даже смог выйти на предполагаемого заказчика преступления, но тот успел покинуть Россию, а через год был убит и сам Сельвин. В тот день на своем Мерчадес он подъехал к дому номер 15 Павло Чаевской улицы. Когда авторитет вошел в подъезд и стал подниматься по лестнице, его догнал киллер и открыл огонь из ПМ. Первые две пули попали Сельвину в спину, он попытался выхватить находившийся при нем пистолет ИШ, но киллер произвел выстрел в голову своей жертве, после чего скрылся. Оперативники полагают, что убийство Сельвина было одним из первых крупных заказов Талы и Пханулы. После этого Сельвина на его посту сменяет еще один приближенный Саян Ильгар Алиев, Данабаш. Не путать с ныне здравствующим вором в законе Ильгаром Алиевом, Ильгард Маниский. Он считался личным секретарем главного законника страны и курировал в клане азербайджанское направление. Последнее обстоятельство заставило его вплотную заняться московскими рынками, к тому моменту уже почти полностью контролировавшими Саровшаном Ленкаранским. Итог был предсказуемым. В апреле 2012 года Калиеву, сидящему за рулем белой Тойоты Ландч Руисер, прямо на улице Пресненский вал в Москве подбежал киллер и несколько раз выстрелил. От полученных ранений авторитет скончался на месте. Сидящая рядом девушка получила ранение, но выжила. Для Хаджа Бейла Ганского это было очередное успешно выполненное задание. А спустя буквально несколько месяцев после этого в Москве задерживают Назима Хромова. Правда, обвинялся он в преступлениях, совершенно и гораздо раньше этого глобального межкланового конфликта. По данным оперативников, еще в 2003 году Гумбатов вместе с еще двумя боевиками расстрелял в Подмосковье членов конкурирующей группировки. Два человека были убиты, еще двое получили тяжелые ранения. Объявленного лишь в 2008 году в розыск преступнику удалось задержать только осенью 2012 года. В 2015 году он был осужден по обвинению в убийстве и подделке документов и на 13 лет отправлен в колонию. А тем временем на исходе 2012 года Джанев смог существенно укрепить свой клан новыми ворами в законе. В ОАЭ прошла сходка, на которой коронуют сразу 17 преданных ему людей, в том числе Руфа Гинджинского и Хаджи Бейла Ганского. Но чем неблагодарность за проделанную кровавую работу или аванс за будущее? Для этой процедуры Равашану Ленкаранскому как раз и пригодились прирученные им грузинские законники, одобрившие выдвинутые им кандидатуры. Непосредственное участие в ней принимали и Мираб Джан Гвелази, Джамал Микеладзе, Джема, а также удаленные из колонии Таро. Кроме того, там же засветился и антимос Кухелава, антик, авторитетный законник из Украины, в которую в те годы часто наведывался Равшан. Вероятно, на той же встрече было принято еще одно важное решение, инициатором которого, как считалось, выступили Равшан, Джан Гвелази и Джема. Менее чем через месяц после этого пуля снайпера вновь настигла Деда Хасана. И на этот раз окончательно. 16 января 2013 года ведущий в последнее время осторожный образ жизни Усаян был ранен во дворе ресторана Старый Фаэтон, в котором находилась его штаб-квартира. Улица Большая Никитская, 55. Патриарх преступного мира получил смертельное ранение в голову из винтовки ВАЛ, после чего скончался в реанимации Боткинской больницы. Как сообщал Расбалт, в ходе расследования оперативникам удалось вычислить группу мужчин, которые вели наблюдение за посетителями ресторана и Дедом Хасаном, а также помогали киллеру подобрать место для засады. Двоих из них удалось опознать. Это вновь были Ульфа, Тагефа и Худжабаба Талы и Пханулы. В обзоры камер наблюдения они попали равно за неделю до происшествия. Мужчины крутились у ресторана, бродили по окрестным дворам, общались. Потом Руфа и Хадж еще дважды появлялись у Фаэтона. Кроме того, похожие на них лица были запечатлены камерами в районе Поварской улицы непосредственно в день убийства. Сразу после этого новоиспеченные законники исчезли из страны. Однако в конце лета 2013 года Тагеф по поддельным документам вновь прибыл в столицу для выполнения очередного задания Ровшина. На этот раз его целью должен был стать Вагив Сулейманов. Но оперативники, получив эту информацию, сыграли на опережение. По обвинению в вымогательстве они задержали и самого Сулейманова, и Тагева, которого обвинили в убийстве одного из соучредителей Люблинского рынка Эльха Малиева в 2013 году. А спустя год во время одного из допросов по его делу Руфа Генжинский неожиданно дал новые признательные показания, касающиеся его роли в организации убийства деда Хасана. По его словам, он разработал для киллера маршрут отхода с места преступления. За убийство бизнесмена он впоследствии получил 8 лет тюрьмы. Что же касается расследования убийства Усаяна, то о нем с тех пор больше ничего не сообщалось. И возможно, недавнее задержание Талыбханулы прольет свет на это преступление. Впрочем, в том, что непосредственными убийцами не были ни Тагиев, ни Талыбханулы, оперативники были уверены практически сразу. Возможно, они проводили всю необходимую подготовку, предшествующую убийству, но его почерк явно не был присущ Равшановской группировке. В деда Хасана стрелял профессиональный снайпер. А о том, что кто-то из задержанных обладает специальной подготовкой или служил в спецвойсках, информации не было. После убийства Усаяна жизнь членов всех враждующих с ним кланов буквально повисла на волоске, по крайней мере, никто из них больше в России не появлялся. Хаджи Бейлоганский постоянно находился с Джаневом в Турции, также выполняя всю необходимую грязную работу. Так, например, по данным оперативников, в 2013 году Талыбханулы лично застрелил в Стамбуле еще одного врага Ровшина, вора в законе Алибалы Гамедова, Гаджи Абакинский. Турецкая полиция тогда даже задержала Хаджи, но старанием Ровшина он вскоре оказался на свободе. А летом 2016 года в Стамбуле застрелили самого Джанева. По мнению его приближенных, погиб он не за расправу над дедом Хасаном, а в ходе противостояния с другим законником, Гуле. При этом некую долю ответственности и даже подозрения возложили ему самого Талыбханулы, который в момент убийства сопровождал шефа на другой машине, но не смог помешать преступникам. Тем более, что сразу после случившегося он больше обеспокоился не тем, как отомстить заказчикам, а как поделить наследство Ровшина. По крайней мере, по замечанию окружающих, его финансовое состояние резко улучшилось, он купил роскошный бронированный мерчадес и снял дорогое жилье в Анталии. Впрочем, следующее его задержание было связано именно с местью. В ноябре прошлого года киллер в компании еще десятка членов банды под предводительством брата убитого законника, Намика Джанева, был задержан в Стамбуле, куда те прибыли именно с целью убить Гуле. При них были обнаружены стрелковые оружия и гранаты, а также план его дома. При этом они уже заручились помощью местной группировки Шринлер. Тем не менее, спустя несколько месяцев всех их отпустили за недостаточность улик. В то же время, как бы ни старались Намик Джанев, Хаджи Бейлоганский и остальные последователи Ровшина Ленкаранского, но его империя рушилась на глазах. В Европе все его владения, гостиницы и рестораны, отошли его названному брату Хамзату Гастамирову, шейх Хамзат, с которым отношения у Хаджи Бейлоганского, видимо, не сложились. По крайней мере, после гибели их старшего товарища о том, что их связывают какие-то дела, ничего не слышно. Ведя легальный бизнес в Нидерландах и Германии, шейх Хамзат при этом активно набирает новых членов в свой войнахский клан, который, вероятно, должен будет добрать в России остальные активы Джанево. Пока же за российское наследство Ровшина, которое связано с рынками и поставками зелени и овощей, вел борьбу его родственник Заур Ахмедов. Однако в последнее время ему пришлось жить в Москве на осадном положении, поскольку со всех сторон его начали теснить люди гуля. И, видимо, недавнее появление в Москве Хаджи Бейлоганского было последней попыткой противостоять этому давлению, но эти намерения закончились провалом. Сначала Талыб Ханулы не удалось добиться никаких изменений и ситуации в пользу Ахмедова. Представители азербайджанской диаспоры уже давно выбрали себе нового покровителя в лице гуля. А теперь, после задержания Талыб Ханулы, Ахмедов оказался под новым ударом, в свое время он тоже мог принимать участие в расправах над конкурентами. Как считает собеседник Разбалта, в ближайшее время Заур тоже окажется за решеткой. И похоже, скоро клонировши на Ленкаранского будут окончательно говорить лишь в прошедшем времени.